Комментарии по этому матчу. Во втором тайме мы постарались игру перевести в другое русло, но были эпизоды, у нас были моменты, были моменты у соперника, и Селя сделал отличный сейв. У нас было не менее четырех хороших моментов для взятия ворот соперника, но где-то не хватило, где-то мяч чуть не зашел, и, к сожалению, реализовав какой-то из этих моментов, мы бы могли, возможно, вернуть игру, но, к сожалению, сегодня это не случилось. Нам нужно продолжать работать над собой, мы должны верить в то, что мы делаем, по-хорошему разозлиться. Я в своих ребятах уверен, в футболе такое бывает, что порой фортуна может повернуться к тебе спиной. Мы должны правильно отреагировать, снова встать на ноги и продолжать идти, потому что в футболе бывают победы, в футболе бывают ничьи, в футболе бывают поражения. Мы должны принять, нам нужна правильная реакция и идти вперед, хотя будет непросто, так как у нас в этот период будет много футболистов отсутствовать. Конечно же, я не могу назвать этот матч худшим за мой период работы. Здесь худший матч, это когда ты не бьешь поворотом, когда соперник полностью контролирует и не дает тебе ничего сделать. В этом матче мы старались, особенно во втором тайме, если не считать 4-5 моментов, когда были быстрые контратаки соперника. Я практически не поворачивался на нашу половину поля, то есть мы вели игру на половине поля соперника, владели, у нас было желание, ребята бились и виден был их характер. Если бы команда шла вперед, несмотря на те ошибки, которые допускали, а они сегодня были. И хотел бы добавить, что я не тот человек, который судит только по результату. Результат нужно заслужить, если вы победили, но есть еще и игра, как складывался матч. А то я не тот, кто рассуждает, если победили, значит я феноменальный тренер, если мы проиграли, то наоборот. Знаете почему? Знаете почему? Те ло дико я? Могу сказать. Те ло дико, sai почему? Потому что магия не существует. И не нарушение, потому что мы профессионалисты. Да, и это не может быть отговорки какой-то или причины, мы профессионалы. Эта школа играла на пятницу, и на субботу. Да, когда соперник играл в пятницу, мы играли в субботу. Мы играли в субботу, но они нет. И сегодня мы играли в субботу, и мы не играли в субботу. И сегодня мы играли в субботу. И не наоборот, нет магии, нет в субботу. И мы нормальные. То есть, мы обычные люди. То есть, нужно немного времени. Да, иногда такое случается. Мы идем в субботу, и мы идем в субботу. Мы идем в субботу, потому что не было больше времени. Но у нас завтрак был в субботу. Поэтому у нас больше не было времени никакого. Да, это вполне нормально, потому что здесь время, конечно, не на нашей стороне. Лично я там лег спать в два часа, в третьем часу ночи. Поэтому здесь, конечно, ситуация была такая. И это ни в коем случае не оправдание. Это реальность. Да, ну конечно, может быть, почему нет. И до этого в матчах мы использовали схему с ромбом и двумя нападающими. Здесь, если мы говорим о тактике, здесь очень важным фактором является то, что Зиньковский является вингером. Соответственно, если у нас есть Соболев и Шамар как нападающий, то есть все должно быть сочетаться и должен быть контекст. Раньше мы использовали другую схему. Это возможно, в принципе, и в будущем.